Добрый день! По-настоятельному требованию небольшой доклад о фрагментах работы над переводом трактата господина Джерарла Тибор. Опять-таки повторюсь, трактат не является чем-то секретным, вы можете легко открыть и найти доступ. Мы остановились на понятии пяти кругов. Это глава номер один, она основополагающая. Вы наверняка встретитесь с иллюстрацией, где у нас стоит человек, мы уже говорим, это не стойка, это всего лишь начальная модель для построения круга. У нас стоит человек, он в расслабленном состоянии, есть вот так вот поднятый рукой. Это расстояние от кончиков пальцев до кончиков пятки и есть, соответственно, диаметр данного круга. Соответственно, если мы отчертим этот диаметр, мы получим возможность, которая может существовать как перед нами, мы можем ее положить перед собой как основание. И вот с этим основанием мы и будем работать. На регистрации господин Тибор дает нам пять кругов. Один из них центральный и четыре ряда. Зачем это сделать? Это абсолютно схематично, нам сейчас главное понять принцип. Посмотрите, пожалуйста, вот этот круг номер один. Это самый главный круг. И вот у нас четыре согласующихся круга, которые из этого проистекают. Обратите внимание на две детали. Деталь номер один. Вот здесь у нас существует некий перечень. И деталь номер два. На каждом из этих кругов есть какие-то следы. Вот если мы увеличим, вот здесь следы есть на отпечатке ног, здесь есть. Ну и, конечно же, самое главное, они существуют здесь. Об этом мы сегодня и поговорим. Мы поговорим об этих двух деталях, которые являются отображением главенствующих принципов. Принцип номер один. Его описывает Тибор еще в видении. Он считает человека микрокосмом. Безусловно, цитируя своих древнегреческих предшественников. Он говорит о том, что человек в этот мир пришел, в отличие от животных, не обладая каким-то вооружением. Он говорит, что природа и Бог совокупно дали ему специальный инструмент, посредством которого он будет решать задачи. У животных такими инструментами, включен именно этот инструмент, являются, например, клыки, копыта, зубы и прочее, прочее. Вот у человека такого нет. Мы не рождены ни с ногами, ни с копытами. Но у нас есть другое. У нас есть наше тело. И та или иная запчасть тела, вынесенная вовне, является прототипом и моделью дальнейшего вооружения. Если у нас ничего в руках нет, то, соответственно, рука является ключевым элементом для решения задач. Она и есть первый и главный инструмент. Это дословно написано в обведении. Опираясь на этот принцип, показанный в обведении, далее, опираясь на данную схему, на математический круг, Тибо говорит, что помимо руки, все наше тело является кладезью такого рода моделей и прототипов. И он делит тело на 24 части. И каждую эту часть тщательно подписывает. Что за что отвечает. Опять же, на моменте первой главы он дает некое понятие. Что у нас есть элемент головы, что у нас есть элемент плеча, что у нас, соответственно, есть элемент, например, плечевого сустава и так далее. Соответственно, удары могут быть разные не за счет плеча, а за счет локтя или за счет кисти. Все эти элементы будут рассматриваться в дальнейшем главе. И момент номер два, пожалуй, самый главный. Все начинается с ног. Именно поэтому здесь у нас и существуют отпечатки, потому что по тому, как человек стоит и по тому, как он ходит, мы всегда можем узнать намерения нашего противника. И пойдем поставить ему свое более сильное намерение. Он вводит понятие трех инстанций. Круг номер один дает нам понятие о первой инстанции. То есть, если мы условно возьмем наш круг. Вот у нас круг. Помните, мы описывали квадрат вокруг окружности. И, соответственно, мы вписывали его. Сейчас будем говорить о описанном квадрате. Так вот, представим, что вот здесь у нас стоит человек номер один, а вот здесь у нас стоит человек номер два. Как стоит человек номер один? Вот у него нога. Одна смотрит сюда. Вторая смотрит сюда. И, соответственно, точно дальше человек номер два. Одна его нога стоит вот таким способом. Вторая его нога стоит вот таким способом. Это так называемая первая инстанция. Что дает нам понятие в первой инстанции? Она дает понимание расстояния между противниками, на котором можно начинать работу. Типо, как и пишет. Если вы подойдитесь хотя бы на один шаг назад, вы увеличиваете расстояние между собой противником. И не сможете уже своим мечом достать до меча противника. Мечи противников соприкасаются вот в этом точке. Это инстанция номер один. Затем он дает понятие инстанции номер два. Инстанция номер два может располагаться двумя способами. Прямая инстанция и косая инстанция. То есть вот направление и вот направление. Что ведь лезть? Круг всегда одинаковый. Вне зависимости от пропорции тела человека. Вне зависимости от того, какие у меня ноги, какие ноги у моего противника. Расстояние вот от этой точки, вот до этой точки, это четыре шага. Стандартно, как вы на ведах шаг, как будто вы гуляете. Расстояние вот от этой точки окружности до вот этой точки окружности, это три шага. Интересно то, что длина окружности, это ровно восемь шагов. И это как раз-таки и показывается на круге номер один. Здесь стоят опечатки цветов. То есть все математически вероятно точно. Так вот, инстанция номер один дает вам понятие о том, с какой позиции можно начинать работать с противником. Потому что разобрем ее, отойдем чуть дальше, мы ничего не сможем сделать. Мы будем махать ничего, мы будем учить страшное, но ничего не случится. Так вот, это первая, как сказать, инстанция и первая позиция. Вторая инстанция. Вы можете увидеть, что вот здесь нарисован у нас след, да? И, соответственно, вот здесь может быть нога, да? То есть вот эта позиция, вот эта позиция или вот эта позиция. Это инстанция номер два. Сказано, что инстанция номер два таковая по отношению к моему противнику. Что я могу ничего достать до его руки. То есть все, что мне нужно сделать, когда я стою в этой точке или в этой точке, чуть-чуть наклонить тело вперед, сделать выпад и я отзываю руку с твоим противником. Когда мы говорим об инстанции номер три, для этого нам нужно обратиться к кругу номер три. Вот если мы посмотрим на этот круг, вот здесь сбоку, здесь у нас скелет стоит, видите, с вытянутой рукой. Он специально тего рисует скелет с вытянутой рукой, потому что это модель инстанции номер три. Вот у нас мыло. И вот у нас мыло. Вот наш противник. Соответственно, может быть прямая точка, может быть еще. То есть опять-таки, есть три положения третьей инстанции. Прямое положение третьей инстанции и два поперечных положения третьей инстанции. Чем хороша эта инстанция? Эта инстанция, она кажется очень опасной. Но дело в том, что здесь движение максимально короткое, значит оно занимает минимум времени. То есть, находясь в этой точке, в третьей инстанции, вам достаточно просто протянуть руку. Не надо не двигать корпус, не надо перемещаться на ногах, вообще ничего делать не надо. Вы себя уже обеспечили тем, ну обеспечили свою безопасность. Вы уже находитесь в защитной позиции. И все, что вам нужно, просто сделать вывод или движение рукой разными способами. Способы будут описаны в дальнейшем. И есть еще понятия, есть различные отпечатки следов, да. Причем есть таковые, которые проходят вот здесь. Типо говорит, не является ли вот этот ближний круг, вписанный в наш квадрат, да, инстанция номер 4. Нет, не является. Ну, конечно, четвертая инстанция не существует. Но вы должны понимать, что в тот момент времени, когда вы уже совсем в плотную позицию, когда вы лицом к лицу смотрите, в этот момент времени, по сути, изменяется природа движения, изменяется природа управления. То есть, в этот момент времени уже не важно, что вы видите, уже не важно, как вы двигаетесь, будут предполагаться и другие принципы. Но, соответственно, какие принципы мы будем рассматривать дальше. Вот, друзья, итоги, на данном этапе мы выяснили, что такое три инстанции, в чем преимущество этих позиций, и в дальнейшем, убираясь на эти рисунки, мы будем строить тактическую модель. Спасибо за внимание.